Омикрон наступает. Что ждет россиян в феврале? Ученые КФУ открыли новую формулу. Бумага все стерпит. Традиционный день печати в России. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Надежда Мечерякова. С 14 января стартует новый сезон программы Инсталайв для абитуриентов, где в прямом эфире они могут задать интересующие их вопросы о поступлении в Казанский Федеральный Университет представителям институтов. Омикрон наступает. По прогнозам замглавы Центра имени Гамалея Дениса Лагунова, к началу февраля Россию ждет волна заболеваемости штаммом Омикрон. Так ли это, разбираемся с экспертом Казанского Университета. Центры имени Гамалеи назвали сроки подъема заболеваемости Омикрона. Заметитель директора Центра Денис Лагунов спрогнозировал рост числа зараженных Омикрон штаммом на конец января-начало февраля. На заседании Президиума Координационного Совета по COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин назвал Татарстан в числе трех регионов страны, где растет заболеваемость коронавируса. Напомним, в Татарстане за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразили 103 человека. Неделю назад, 4 января, этот показатель составлял 95 человек. В стране идет масштабная кампания по вакцинации от коронавируса. Есть все возможности, чтобы жители каждого российского субъекта, и за этим внимательно следит президент, могли бесплатно сделать прививку. Если пришло время, то и повторно. Это по-прежнему самый надежный способ борьбы с распространением инфекции. При этом вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева дала надежду на дальнейшее послабление ограничений. Она также отметила, что в республике пока нет случаев с заражением омикрона. Возможно, дело времени. Новый вариант вируса выявили в ЮАР осенью прошлого года. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему номинование омикрон. Штамм распространяется быстрее других и заражает приболевших и вакцинированных. В России первый случай омикрона зарегистрировали 6 декабря 2021 года. К концу месяца было обнаружено уже более сотни инфицированных. Из-за того, что он достаточно сильно отличается от первых вариантов, иммунитет, который создается после болезни, после вакцинации, после против омикрона, работает не так хорошо. Но это не значит, что он вовсе не работает. Эксперт также отметил, что от тяжелых форм заболеваний вакцины по-прежнему спасают. Амикрон в последний месяц атакует спорт по всему миру. Так, на днях стало известно, что континентальная хоккейная лига объявила об отмене четырех игровых дней регулярного чемпионата в связи с стремительным ростом числа положительных тестов на коронавирус. Матчи перенесли на другие даты, о которых будет известно позднее. Тяжесть заболевания будет полегче. Это, конечно, нам ситуацию немножечко сгладит. Но, тем не менее, если заболевших будет больше в 10 раз, например, людей, которым требуется госпитализация, в три раза меньше, то, получается, мы все равно будем иметь большее количество людей, которым госпитализация потребуется, чем в случае предыдущих вариантов. Тем не менее, в Татарстане ожидают четырехкратный рост заболеваемости ковидом из-за микронштамма. Жителям региона по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и другие меры предосторожности. На сегодняшний день вакцинация остается единственным способом защитить себя и близких. Казанский федеральный университет принимает активное участие во всеобщей иммунизации. Напомним, что привиться можно в университетской клинике по адресу улица Вишневска, 2А, запись по телефону 2-33-300. В Казанском федеральном университете исследовали фильтрационные характеристики анизотропных цифровых кернов. Подробнее о цикле работы в нашем следующем сюжете. Тимур Станович, расскажите вообще, что за исследование, какая была продолжительность? Исследование посвящено разработке новой аналитической формулы, которая позволяет предсказать коэффициент абсолютной проницаемости в анизотропных и неоднородных пористых средах. Абсолютная проницаемость – это важная составляющая фильтрационной характеристики пористой среды. Однако измерение данного свойства в лабораторных условиях является трудоемкой задачей. Требуется дорогостоящее оборудование, длительное время проведения эксперимента, а также трудозатрата на подготовку образцов и флюидов. Та разработка, которой мы занимаемся, как раз таки позволяет облегчить и практически избежать данный этап работ, поскольку если мы имеем в наличии какую-то пористую структуру в цифровом ее виде, мы можем численно измерить ее анизотропию, ее неоднородность, ее какие-то остальные свойства. В настоящее время все популярней становится технология цифровой керн, которая направлена на дополнение традиционных лабораторных исследований образцов горных пород богатыми возможностями вычислительного эксперимента. Вот перед вами керн, то есть кусочек пористой среды с реального месторождения Республики Татарстан. В нашем институте есть оборудование, которое называется рентгеновский микротомограф, которое позволяет данной структуре поставить в соответствие некую цифровую модель, которая характеризует распределение пор, характеризует структуру пор. И вот все наши вычислительные эксперименты мы проводим именно на такой цифровой модели порового пространства. Результаты исследования основаны на проведении вычислительных фильтрационных экспериментов на цифровых моделях пористых структур. Скажите, вы работали в команде, вам кто-то помогал? Данные работы проводятся при поддержке профессора заведующего кафедры нашего института Хромченкова Максима Георгиевича. Тимур Закиров также является финалистом ежегодного конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан-2021». Конечно же, данная работа, в общем-то, связана с этим конкурсом, поскольку на конкурс был подан целый цикл работ, написанных на протяжении трех последних лет именно по технологии цифровой кирмы. Продолжительность исследования заняла порядка двух месяцев. При дальнейшей верификации полученной формулы показано, что в 80% случаев она предсказывает абсолютную проницаемость, погрешность которой не превысила 10%. Благотворительный фонд Владимира Потанина опубликовал список финалистов заочного этапа стипендиального конкурса текущего учебного года. В него вошли 47 магистрантов Казанского федерального университета. Победители конкурса будут получать стипендию ежемесячно в размере 25 тысяч рублей, начиная с февраля 2022 года и до окончания обучения в магистратуре. 13 января отмечается День российской печати. Именно в этот день, в 1703 году, в Москве вышла первая русская газета в ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве и иных окрестных странах. Подробнее о памятной дате смотрите в нашем сюжете. Была действительно мощь печатного слова. Слово печатное мы сейчас говорим условно, потому что понятно, что печатка не играет такой роли и, наверное, уже никогда не будет играть прежние роли в нашей жизни. Первая русская газета была создана по указу Петра Первого. Тираж первого номера издания составил одну тысячу экземпляров и состоял из четырех небольших страничек по 27 строк каждая. Его выпускающим редактором был сам первый император всероссийский. И уже там мы видим сложившуюся практически жанровую систему, жанровую модель. Да, пусть это была не публицистика в том смысле, которым понимают в конце 19-го, в 20-м веке, сейчас, но это были уже сложившиеся формы. В 1711 году газета стала издаваться и в Санкт-Петербурге. Из Москвы были доставлены два типографских станка и мастеровые люди, четыре наборщика и два изготовителя красок. С 1728 года выходом газеты стала заниматься Академия наук. Изменилось и название. Она стала называться «Санкт-Петербургские ведомости». Стоимость была довольно высокой, поэтому читать ее могли только привилегированные персоны. Отечественная журналистика уже за 300 с лишним лет прошла методом проб и ошибок. Дольше всех в Москве просуществовали «Московские ведомости» – 161 год. Печаталась газета в типографии Московского университета и выходила два раза в неделю. Ежедневных больших общественно-политических газет, не считая губернских официальных ведомостей, в дореволюционной России существовало более 200. Все больше информационных текстов, все больше легкости, все больше развлечений. Жизнь и представления о ней стремительно меняются. Еще недавно о виртуальном мире грезили только писатели-фантасты в своих романах. Сегодня человечество опутано сетями интернета. Общественно-политический, информационно-политический все больше скатывается к пропаганде. Он далек, все дальше и дальше становится от журналистики. Сама журналистика, она все больше становится, значит, ретранслятором соцсетей. Тем не менее, многие наши сограждане по-прежнему остаются верны бумажным версиям любимых газет. Надежда Мещерякова, Фарид Захитоглы, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!